Ты будешь. Улитка – это сложный двухмерный инди-платформер, в котором вы будете часто улавливать или терпеть неудачу. Игра может похвастаться эстетическим платформером Geometry Wars, отличным саундтреком и удивительно мстительным искусственным интеллектом, который буквально меняет игру. Но как это соотносится с двумя другими любимцами D-Indie? Ну что же, давай выясним. В игре объясняется обзор Will You Snail, который доступен на ПК, Nintendo Switch, Xbox One и PlayStation 4. Игра не займет много времени, чтобы погрузить тебя в действие, что довольно забавно, давая тебе поиграть в улитку. Да, улитка делает. Я знаю почему. Нет, я не знаю. Но разве меня это волнует? Не в малейшей степени. Потому что игра в любом случае такая забавная. Вся игра происходит как часть симуляции, в которой Сквидвард охотится на улитку Гэри. Нет, я имею в виду кальмара, маниакальный искусственный интеллект, который одержим идеей уничтожить человеческую расу, как только он выйдет из симуляции. Но до тех пор он сделает все, что в его силах, чтобы остановить тебя в твоем тракторе. На каждом уровне есть повествование, в котором излагаются события, приведшие к разрушению кальмаров, но это было не слишком распространено, и именно так мне нравятся мои платформеры. Это начинается как любой короткий платформер, предлагая несколько простых разделов платформы, чтобы вы могли освоиться с элементами управления, которые сразу же кажутся очень отзывчивыми с большой маневренностью в воздухе. В то время как разделы, подобные учебным пособием, не являются чем-то новым для платформеров, не могли бы вы на самом деле использовать это время, чтобы оценить свой уровень мастерства и назначить уровень сложности, который затем будет адаптироваться в зависимости от того, как развиваются ваши навыки. Если у тебя возникли проблемы на каком-то уровне, кальмар снизит сложность, что он оправдывает тем, что пытается заставить тебя чувствовать себя глупо. Я думаю, что я немного переусердствовал с тем, что в прошлый раз мои трудности возросли, но если вы будете дышать через настоящего кальмара, это увеличит сложность на ступеньку. Чувак, это было слишком просто. Я только что снова поднялся до уровня сложности для тебя. Я не думаю, что когда-либо играл в подобную игру, и это было очень освежающе. Сами уровни напомнили мне о Селесте, будучи разбитыми на комнаты с различными платформерными задачами, странными предметами коллекционирования и несколькими секретными комнатами, в которых были интересные задачи. Ты должен избегать всевозможных парней, таких как шипы, лазеры и пушки. И вот тут-то и вступает в игру самая интересная механика «Вил Ю Снейл». Я уверен, что мы все привыкли к точно разработанным платформерам. В них ты знаешь расположение на уровне, где будут препятствия, и ты должен сделать все возможное, чтобы ориентироваться в том, будешь ли ты кальмар-улитка, реактивно порождать опасности в зависимости от твоей игровой звезды. Что приводит к таким моментам, как появление шипа, где ты приземляешься, или упреждающий выстрел снарядом туда, где ты находишься. Он ожидает, что ты будешь двигаться. Так что я не только пытался увернуться от множества снарядов, летящих в мою сторону, я решил сделать все возможное, чтобы обмануть, и даже за короткое время. Там есть приличное количество хорошо проработанной механики, которая выдерживала до четырех миров. У некоторых есть пикап, который можно использовать для уничтожения блоков и врагов. У других есть ритм игра, похожая на механику, где вы должны вводить направление на экране в нужное время, чтобы не быть уничтоженным кальмаром. Я тоже никогда не чувствовал себя механиком снаружи. Если уж на то пошло, некоторые оставили у меня желание видеть их чаще. Игры редко так сильно подрывают мой стиль игры в Сележче или Мидбой. Я все еще играю в нее точно так же, как играл во все мои другие два Ди-платформера, но, пожалуйста, заставьте меня активно менять то, как я играл на лету. И это одна из причин, по которой игра останется со мной навсегда. Когда-нибудь придет время. И говоря о памятном, я упоминал, что пока все это происходит, кальмар критикует каждый твой шаг. Даже зайди так далеко, чтобы спросить меня, почему я вообще купил ее загрузку на платформер в первом месте. Если бы я был таким плохим, зачем тебе скачивать платформер, если ты мужчина и прыгаешь? Нет, не смей винить в этом органы управления. Он просто видел, что диалог будет раздражать меня. Но я был зацеплен каждым словом, которое должен был сказать кальмар. Некоторые из его реплик действительно заставили меня рассмеяться, что редко случается в игре. Кажется, для всего есть уникальная линия, и я не мог дождаться, чтобы услышать следующее оскорбление, которое было брошено в мой адрес. Игра также несколько раз разрушает стену форта, но эти части лучше всего открыть для себя в безопасности. Художественный стиль упрощен, но он работает. У него приятная неоновая эстетика, похожая на Geometry Wars. Это было не слишком занято, так что я никогда не терял персонажа на экране. За исключением нескольких раз, когда игра хотела пошутить со мной. Что касается музыки, я ее просто обожаю. Основная команда такая живая, и я сразу же вошел в свой плейлист с саундтреками к играм. Есть довольно много разнообразных треков, которые идеально соответствуют тому, что происходит на экране. Презентация мудрая. Уилл. Улитка абсолютно выбивает его из парка чистыми визуальными эффектами и отличной музыкой. Я рад, что у меня была возможность просмотреть эту игру, так как она, вероятно, прошла бы мимо меня. Основы безупречны, с жестким контролем, большим разнообразием уровней и множеством проблем. В чем игра выделяется, так это в реализации Squid. Мне только интересно комментировать каждое твое движение, но и влияние на игровой процесс делает присутствие кальмаров намного более впечатляющим. Иметь искусственный интеллект, намеренно предсказывающий твое движение, было так умно, и это чрезвычайно интересно, и я абсолютно очарован, узнав, каков Джон. Тайроллер постарался создать его уникальным. Такие игры, как это, появляются время от времени, и это стоит каждого времени фанатов двух диплатформеров. И вот почему я люблю тебя, улитка. У нас есть отзыв для тебя, улитка. Я хотел бы знать, что ты думаешь об игре. Комментарии внизу. Посмотри видео справа, если ты хочешь больше отличного контента, и ты также можешь подписаться, пока занимаешься этим. Я действительно ценю твое время, и я увижу вас всех в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok